Какие вообще самые необычные машины для СССР, но помимо оки, как мы уже поняли, можно было встретить? И прекрасно. Это спор, она быстро шевелит булками. Она не так быстро шевелит булками, как скажем, какой-нибудь Volkswagen Polo. Но так как это Рафик, а Рафик это боль, видно у Латышей еще по одному суставу на пальцах. А буханка даже была электрическая? Была, я даже не знаю, где она стоит. В каких-то комбинатах работала в Москве? Да, их делали не только для комбинатов, их делали для спецназа. Ты говоришь проходит спецтехнику, да? Нет, обычный москвич с правым рулем. Он выпускался для советских тружеников в почте? Он выпускался для советских тружеников, он им в том числе доставался. Ты бы хотел иметь такой гараж, коллекцию? Но, условно говоря, это там 500 тысяч евро, законсервированные, за 300 тысяч ее продаж. Советские машины портили зрение некоторым людям. Они портили зрение тем людям, которые на них не работают. Всем привет, это новый подкаст, и у нас в гостях Иван Зинкевич. Здравствуйте. Автомобильный журналист, блогер, автор одноименного YouTube канала. Здравствуйте. И сегодня мы поговорим о самых редких и особенных советских автомобилях, потому что перед нами главный специалист, во всяком случае, в интернете, который нашел... Звучит приятно, уже звучит приятно. Нашел все, от каких-то ретро-токторов до каблучков, грузовиков, машин КГБ. Вот о них мы и поговорим. О самых редких и эксклюзивных советских машинах, а также всем том, что создали советские инженеры. Да, но я, наверное, не специалист, а коллекционер. Потому что специалист – это человек, который разбирается во всех машинах, а я коллекционирую старые машины в видеоформате. То есть, у меня нет возможности их купить, а я их люблю. Ну, и я нашел себе такое совмещаю приятное с полезным. Мы сможем тебя спросить еще и о самых крутых советских машинах, которые у тебя вызывают самый большой трепет, и самых плохих? Несомненно, конечно. Такие есть? Да, все советские машины самые крутые, и все советские машины самые плохие. Понятно. Довольно короткие. Ну, если брать, называть модели, то я все равно больше тяготею к тракторам неким, к грузовикам. Потому что это железяки, в которых ты сидишь и управляешь. Ну, то есть, ты сел, все такое большое, мощное, там, скорость переключаешь, там, передачи втыкаются прям с хрустом, и ты едешь. Проехал, сзади грядка образовалась. Ну, да, вот. И надо уметь на них ездить, потому что там условный люфт не позволяет тебе вообще расслабиться. Хорошо, что ты об этом сказал, потому что больше об этом речи не пойдет вообще ни одной минуты. Правильно? Аминь. О тракторах мы, к сожалению, наверное, поговорим отдельно. Я только настроился. Не, на самом деле смех смехом. Вот опять же, я вернусь к тракторам не потому, что это как бы о них разговаривать грустно, и по большому счету. Потому что там ничего такого сверхъестественного нет. Но наше тракторостроение на период развала Советского Союза находилось, ну, если не на втором, то на третьем, четвертом месте в мире. Точка. Все. А сейчас оно на каком месте? Сейчас оно находится, ну, не в худшем положении, вернее, как не в хорошем положении, но и не в худшем положении. Опять же, Россельмаш дает угля по причине того, что у них есть продукция, которая мирового уровня, правда, немножко устаревшая, так скажем. Но при этом они эту продукцию обновляют. Плюс Кировский завод тракторный прекрасный. Они сейчас, если мне память не изменяет, они построили цеха, то есть у них сборка трактора уже, ну, там, условно на 90% из отечественных комплектующих. Это тоже как бы хорошо. Качество. Это другой вопрос. Я хотел тебя прежде всего спросить, начать беседу с каких-то секретных спецавтомобилей, которые вообще советским гражданам не было известно о их существовании, по большому счету. Ты знаешь, как показывает практика, советские граждане знали все. Это как армянское радио. Что они спросили, на все есть ответ. То есть, какая бы она секретная ни была, то дедушка там Кузьмич в каком-нибудь мать его гараже, он уже все рассказал своим внукам о какой-нибудь секретной разработке. Ну, самые неожиданные машины, это, конечно, были роторно-поршневые, там, условные копейки, условные пятерки, потому что они действительно выделялись из потока скоростью своей. Я помню, в детстве мы ехали с отцом по Екеманке, как она тогда еще была не Екеманка, большая, и Капидос на третьей передаче, ну, поскольку я примерно себе прикинул, третьей передаче, он с буксом, ну, то есть, колеса шлифовали, он выскочил навстречку и погнался за какой-то безумной Волгой. Кто это был, непонятно, но копейки так не ездили, при том, что мы шли на скорость, там, условно, 60 км в час, ну, ладно, 50, а он еще быстрее, еще и с дымом. А, значит, надо пояснить для зрителей, что это спецсерия с двигателем Ванкеля? Да, для органов внутренних дел в основной массе, то есть, это комитет государственной безопасности, слежение, плюс милицейские условные догонялки, ну, в любом случае, это силовые структуры. Мы, дело в том, что слышали даже об автомобиле АК. Да, был такой, я даже видел запчасти от него. Запчасти. Ну, понимаешь, как бы, в чем печаль этих двигателей, они недолгоресурсные, то есть, поездил, надо его брать, отправлять этот мотор, это же ВАЗовский мотор, отправлять его в город Тольятти, в городе Тольятти спецсех, который тогда это все ремонтировал, записывал в бумажечке безадресно, что вот машина такая-то, и возвращал назад. То есть, сколько это продолжаться будет неизвестно, а на машинах надо есть. И, соответственно, в 90-х годах прошлого века, да, уже, мать его, прошлого века, в 90-х годах многие машины переделывались под обычные моторы. О, теряя таким образом свою... Да, и я видел двигатель, он же, как бы, двигатель в Анкеле, он прекрасен тем, что он секционный. То есть, можно, блин, собрать реально там двигатель со стола, если ты захочешь. Будет ли он работать, неизвестно, но собрать можно. И вот, и в АКЕ стоял, сейчас я боюсь ошибиться, по-моему, односекционный мотор. Или двух секций. Ну, то есть, это вот такая вот хрень. Он же маленький, что ли? Да, и коробочка, соответственно, у вас. Ну, ОКСКО. И она просто валялась. Ее сдали в металлолом. Царство небесное. А какие вообще самые необычные машины для СССР, ну, помимо АКЕ, как мы уже поняли, можно было встретить? Я вот вижу у тебя на канале восьмерка. КГБ именно... КГБ, шли. А зачем нужно было восьмерку? А на... На задний диван никого не запрессуешь. Слушай, они догонят, выскочат, по голове тебе стукнут, на лубянку увезут. Им не надо. Или чтобы это за тобой следить, чтобы динамично двигаться. То есть, как бы это не была машина для задержания. Это больше сопровождение, слежение. То есть, это служба внутреннего... Блин, забыл старость, не радость. Ладно, короче. Там же еще проблема была в том, что дипкорпус ездил на иномарках, да? Зачастую более динамично. Ну, естественно, да, и настройку. А, по сути, другой возможности технической не было, кроме как в Анкеле в основе двигателя. Слушай, но это не отменяет то, что, например, были в Волге догонялки с чайковскими движками. Да. Это тоже, знаешь ли, такая машина, блин, с таким двигателем, и сзади еще плита для противовеса есть. А ездил ты же на чем-то из этого, сто процентов? Практически на всем, кроме, вот, не совру, ездил на 24-ке с чайковским мотором, но сильно уставший. Поэтому я не прочувствовал всей прелести. Я, кстати, ездил даже на 21-й с КВБ. Я ездил на 24-й. Ну, вот скажи, вот мы все, наверное, ездили на этих машинах, а вот эти вот в Анкеле ты все-таки на ходу смог? Слушай, ну, во-первых, ты смотри, ты включаешь третью передачу и тащишься, ну, на скорости условных, там, 20 км в час. Нажимаешь на педаль газа и алга. И пошел. Тебе не надо вот это вот перещелкивать. Он очень... Ну, единственное, что в Анкеле нету... То есть, нельзя тормозить коробкой. Ему пофигу. Он как автомат. Да, он будет медленно разгоняться, но зато потом стрельнет. Ты на третью передачу можешь прям тормозить. Хоть вторую включить, но он не остановится. Ему пофигу. Он будет крутиться. Но там характерный звук, да, будет, соответственно? Он свистит. У него другой немножко как бы... То есть, ты ешь на машине, ты... И прекрасно. А это восстановленный мотор получается? Ну да, братья-армяне умеют все. И каков процент вообще? Это очень редкая машина сейчас, да? Ну, в последнее время их стало всплывать очень много. Как бы стали находить там у дедов двигатели, ремонтировать их. Ничего сложного нету. Просто проблематично восстановить двигатель в Анкеле. Еще восстановить его хорошо. Ну, их находят, берут какую-нибудь нонейм машину, вколхоживают в нее мотор. Там ничего сложного нету. То есть, как бы все остальное, все, машина подходит. И говорит, вот это машина из КГБ. Потом-то так... Снималась в ТАСС оболоначивании. А можно позвонить условному человеку, у которого есть условная документация по условному цеху в Тольятти. И он скажет, а, тем, номер двигателя какой? Ты ему там сообщаешь? Он говорит, ну, а этот двигатель стоял на Волге. И мы уже понимаем, что это уже все шляпа. И таких сейчас много машин. А вот именно оригинальных, ну, мало, мало. Количество машин никто никогда не скажет, сколько их. КГБ еще есть вопросы? КГБ у меня нет никакой. Понял. У меня вопрос такой. Какая была худшая машина, на которой ты ездил? Вообще, у тебя такой разброс здесь худших машин. Вот я сейчас смотрю. УАЗ-469, ЗАЗ-965, автобусы, тракторы. Ну, понимаешь? Я бы поставил на ИШ-орбиту, например. Или как это называлось? Ода, Ода. Какая-нибудь. Но я не знаю, что сейчас вот Иван скажет. Нет, ну, опять же, давайте смотреть, почему она худшая. Вот, например, самый отвратительный автомобиль, самый страшный, это инвалидный циклоп. СМЗ. Да. Это же суперредкая машина. Она не суперредкая, но сейчас, да, это инвалидная коляска, в ней нормальному человеку, собственно, только смерть. Все говорят, ну, в Советском Союзе не любили инвалидов. Ну, типа, к ним плохо относились, чтобы они сдохли. Но это неправильный подход. Во-первых, эти машины делались для людей с ограниченными возможностями. То есть, он, собственно, в этом мотоколяске может ее починить сам. Тогда люди были нормальные, а не то, что сейчас. Да, она дымная, да, она шумная, но малоподвижному человеку бесплатный автомобиль выдавало государство. Еще и обслуживало, по сути. И он ездил на нем. Но ездил на нем тяжеловато по нынешним меркам. Слушай, советскому человеку вообще ничего не было тяжело. Не капает, не дует, само тащит. Вообще шикарно. Вспомни грузовики с лавками, которые перевозили между деревнями людей. Это же не скотское отношение к людям. Это просто, ну, такая необходимость, как бы, ну, неизбежность. Так было. Ты на циклопе на этом ездил? Я на циклопе ездил, я прокрыл все на свете. У меня, как бы, слава тебе, господи, ноги на месте. А если бы ног не было, наверное, было бы чуть поудобнее. То есть там все на руке. На ровочное направление. И, скорее всего, вариации были на разные травмы. Да, у кого что сломано, у кого что отсутствовало, тому то и ставили. То есть там однорукий, там без ноги и то поедет. Ну, это просто неудобно, да, максимально? Неудобно, тесно, дымно, сложно садиться, как бы, ну, много. Шумная, да, она. Ужасная. Шутка, которую, помнишь, мы с тобой снимали в Большом ангаре, ты еще сказал, что это для тех, у кого ноги устали. Хорошая шутка. Нет, это была просто инвалидка. Любая шутка хороша, если от нее смеются, даже если она жестокая. Я просто думаю, что вот многие сейчас даже не знают про эту индустрию инвалидных автомобилей советскую, да, она во всей эпохе, по сути, была по модели какой-то выпускалась определенная, и даже эволюция была очень хорошая. Я не понимаю, первая, первая мотоколяска была сделана в Киеве, называлась «Киевлянин» она, это трехколесный мотоцикл с такой кочергой, который управлял рулем, то есть человек сидел на божественном диване и, собственно, мог рулить, не дотягиваясь. С моей точки зрения, это, на самом деле, самый оптимальный вариант для мотоколяски. Потом придумали циклопа, трехколесное, хочется сказать, чудо. Не будем говорить. Ну вот, уже, соответственно, у тебя крыша, у тебя двери, тебе уже, как бы, погода на тебя не влияет. Автомобиль. Да, автомобиль. Потом, господи, я путаюсь в этих буквах, потом появилась моргуновка, четырехколесная, она уже была намного, ну, собственно, устойчивее и больше похожа на машину. Ну и последняя, вот эта мыльница, которая дожила до наших дней. То есть, получается, где-то с 50-х годов правительство стало заботиться. Но не всем, естественно, выдавалось. Мы же понимаем, там есть очень много подноготных. Мы очень далеко от ХГБ перескочили на инвалидные машины. Зато какой контраст. У меня был сосед еще в начале 90-х, который ездил, у него были все ноги, все руки, слава богу, на месте. Нет, у него все было хорошо, но в Запорожец он где-то настал, только инвалидный. Ну, не получилось другое достать. Или там, не знаю, деды его. Да, и переключал он, соответственно, как бы ногой передачи. Ну, последние, кстати, инвалидки были на базе Окиев, в Серпухове выпускали. О, как. Да, и тоже бесплатно раздавали через СОБЕСы ветеранам. А уже в наше время, в Новой России. Значит, были разные модификации для тех, у кого не было двух ног, для тех, у кого не было правой ноги, для тех, у кого не было левых ног. Да, индивидуальный подход к каждому инвалиду. То есть была какая-то базовая модель, условно говоря, там для безногих. И потом уже шла как бы модификация. Ну, хорошо. Как мы раскрыли эту тему? Я даже больше скажу, на запорожцах инвалидных, на горбатых, было электрическое сцепление, которое переключалось кнопкой. О, ничего себе. Это 60-е годы. То есть ты нажимаешь, не надо тебе дать педаль, ты кнопочку, и там происходит переключение. То есть это не автоматическая коробка. Первый роботизированный. Ну, как бы она условно все, то есть тебе надо переключить передачу, но сцепление ты выжимаешь дистанционно. Кайф, кайф. Хорошо, а какая может быть лучшая советская машина? Слушай, ну, конечно, правительственные машины, потому что это машина. Какая? Блин, опять же, каждая машина соответствует каждой эпохе. То есть там для товарища Хрущева очень не понравились сталинские машины, хотя эти переосмысленные условные 110-е пакорды, они прекрасные, потому что это старые, похожие на американцев. Ну, похожие, опять же, наши советские товарищи подходили творчески к перелицовыванию и к условному копию. То есть это не копирование, это вдохновение. У нас не копировали машину, у нас вдохновлялись и делали похожее. То есть там очень много отличий от Паккорда у 110-го. Но Паккорд это вот условная Америка, Хрущева это не понравилось, он захотел что-то другое. Появились там, по-моему, 111-е. Что-то могу перепутать. Они уже были Америка там 70-х. Уже как бы другая атмосфера, другие седла. То есть все уже прям по красоте. Вот какая лучшая? Хрен его знает. Они все прекрасные. Нет, ну есть, скажем, 21-я Волга, которая овеяна всей любовью. Мне 21-я Волга не нравится. Понял. Не нравится чисто по-человечески. Мне Победа тоже не сильно нравится. То есть я как бы вдохновлен тем, что они сделали. Мне как по-человечески, я горд за страну, что Победу реально сделали. После Великой Отечественной войны. И уже начали делать практически в процессе войны. И создали современный автомобиль с охренительной аэродинамикой. И с хорошими ходовыми качествами на тот момент. То есть он достаточно современная машина. 21-я Волга, да, тоже хорошая. Там тоже много технических решений было применено. Ну, гениальных. Она должна была выпускаться с автоматической коробкой. Ну, как всегда, все просрали из-за простого масла. То есть не было масла. Это одна из версий. И, соответственно, обслуживать коробку автомат нельзя было. Если бы мы двигались в ту сторону, в которую хотели, мы бы сейчас с нашим автомобилестроением, ну, не ездили бы на вазах точно. Ну, то есть Веста бы не было в помине. То есть были бы нормальные современные автомобили. К Весте, я так понимаю, тоже есть какое-то... Нет, к Весте отношения, ну, как бы к Весте претензии только одна, что давайте, пацаны, быстрее шевелите булками, блин. Время идет, а как бы у нас только растет. Веста Спорт, она быстро шевелит булками. Ну, она не так быстро шевелит булками, как... Но не своими. Да, не своими. Как, скажем, знаешь, какой-нибудь, я не знаю, там, Вольксваген Поло. Понимаешь? Да, Вольксваген Поло. Я Весту Спорт, в принципе, в динамике ею сделаю. Это звучит как вызов. Если бы у меня был Вольксваген Поло. А у меня Веста Спорт. А у нас ничего нет, так что переходим к следующей теме. Отлично. Экспортные машины. Советские. Вот действительно, там было чем гордиться. У «Москвича» был очень большой объем экспортный. До поры до времени, опять же. До поры до времени, да. Там 70-е годы, условно говоря. Это у нас получается 408-й «Москвич» до 412-го. Все, что потом идет, это фантазия на тему 412-го «Москвича». И, собственно, провал. Есть в этих машинах что-то особенное? Ты для себя находишь что-то особенное? Или... Ну, да. У меня в личном распоряжении, спасибо КБ Смирнову. Он мне просто такую машину подогнал. 408-й «Тартасовский». Там есть, кстати, у меня на канале. «Тартасовский», которые... Ну, это реплика «Тартасовского москвича». Это 408-й «Элит» в обвесе «Тартасовском» с решеткой, с кенгурятником даже. Что такое «Тартасовский»? Это значит, они не ехали в этот марафон, что ли? «Тартасовский» — это журналисты, которые ездили вместе с нашими гонщиками. Но это типа «Москвич-элит». То есть, при желании я могу снять всю расписную с него красоту. Это будет просто «Элит». Ну, комплектация. С птичками, со всеми делами. Ну, да, старались. Для удовлетворения буржуев лучше, чем для удовлетворения внутреннего потребления. Ну, какая красивая машина. Это вот эта вот... Я вспомнил ее. Да-да-да. По-моему, она в Сиднее ехала. Ну, есть фотки, что она на Сиднее. Ну, не она, естественно. Здесь же прицеп «Скиф», я вижу. Прицеп «Скиф» еще плюс. Известный всей России по декларации президента. А это у тебя машина в пользовании такая ездила? Да, она в пользовании. Стоит у меня на крытой парковке. Скоро я хочу ее передать... Ну, как передать? Перекатить в музей. Под Зеленоградом влиялого там хорошие люди. Сделают новый музейчик такой. И я хочу им поставить туда... Причем она настолько комплектная, что там есть кинокамера, магнитофон. То есть, там просто открываешь багажник и думаешь, твою мать, зачем мне все это? И там все есть. С КБ Смирнова подходит, конечно. А можно ездить вообще вот с такой вот... Вообще нет, но думаю, что сотрудники госавтоинспекции закроют глаза на это. Но это снимается. Когда увидят, да, вот это сюда, когда подъезжает. Такое, что-то между Мэдмаксом и каким-то невероятным... Которые иногда ездят на своем 412-м. Каждают, что если сотрудники останавливают, то только для того, чтобы узнать, что за тачка. И никто тебе ничего не сделает, на самом деле. Ну, как бы, блин, это не по-пацански. Это журналистика, да, в общем-то? Машина, в любом случае. Нет, они очень классные. КБ Смирнова придумывают какую-то историю про машину. Причем она там, условно, может быть, даже существовала в какой-то мифологической больше. То есть подтверждений мало, есть пара фотографий. И они на эту тему делают машинку. Я говорю, ну, типа, Александр, ну, ведь, блин. А если он говорит, ну, слушай, перекрасить машину можно за сутки. Собственно. Ну, вот и все. А вот помимо полиции, какая-то еще реакция, может быть, была, когда ты ездил на каких-то спрашивающих машинах? На Рафике, когда я его реставрировал, Рафик, господи, старость, не радость, 310, забыл эти цифры, цифры, знаешь, скажи, как он называется, я вспомню. Достался мне Рафик, достаточно уникальный, вузовский, там, у него комплектация салон была, как в милицейском, столик. Ну, все было, естественно, уставше. Я его отреставрировал. Но так как это Рафик, а Рафик это боль, я благодарен латышам за создание этого автомобиля. Но видно, у латышей еще по одному суставу на пальцах есть. Мне иногда кажется, потому что открутить гайку может только у него здесь два сустава и здесь. То есть, так вот, как-то вот, только он может. Не было ни одного дня после ремонта Рафика, чтобы я куда-нибудь не выехал, у меня что-нибудь отвалилось. Это вот 2203. 2203, да. Он называется новый. Он был у меня. Тот, который с круглым. Не, не, это квадратные фары, да, все у меня с форточками, ранний выпуск. Люди просто в ладоши. Серьезно? А почему? Это детство у многих. У таких, как я, там... Ну, для нас, да, это маршрутка была, да, на их базе на ВДНХ ездили вагончики. А Раф, во-первых, он красивый. Красивый, красивый. Да, зачем вам на Пейджер? Во-первых, это красиво. Вот, он красивый, он необычный, он... Потом внутри, на самом деле, он по ощущению езды, он потрясающий. Да. За счет того, что он загружен, как бы у нас же как строили? Вот Волга, а вот сверху тонна. И рессоры там с пружинами такие, вечно в напряжении. Больше не сажайте, а то я не сдюжу. Под стрессом. Да, поэтому он все время в нагрузке такой, поэтому он мягкий. То есть, рессоры, если ты один едешь, если там куча друзей, он немножечко, конечно, так вот, как седло поскрипывает. Он мягко идет, за рулем ты сидишь над осью, и когда ты поворачиваешь, ты, знаешь, как это, как обилие fucking fly, блин, такой. Эх, мать моя, Русь, и вот прям стекла красивые, страшно. Ну, потому что там, что там, там, под такой железякой пластмасска больше ничего нет перед тобой, и рулевая колонка. Едет он хорошо. Причать бампера, по сути, являешься. Да, ну ты да, вот, и соответственно, люди помнят, люди любят, люди хлопают в ладоши, останавливаются, фотографируются. Все здорово, если бы гад не ломался. Нашел график, на котором мне страшно. Ну, вот это отдельная беда. Я, кстати, такой не могу найти для съемок. Это отдельная история. Их попилили в металл, они очень тяжелые. Не, ну, это делали в 90-х годах на базе рафиков. Их там много проектов было, броневики для инкассации. Это советская, да? Ну, естественно. Мы пока еще с латышами дружили. Решишь ограбить такой, не надо на него нападать, надо подождать. Да, подождать, он сам на колени встанет. Были еще такие московские коробочки. Они еще выйдут смотреть, что сломалось, да? Да не, можно просто постучать. Приходилось ли тебе сталкиваться с электромобилями на базе рафика? Потому что для Олимпиады делали, судя по всему. Я даже... Вы нашли такой один раз. Вы нашли живой. Но он настоящий, да? Или это реплика? Да, но он не на ходу. Он стоял в запаснике одного из музеев вместе с буханкой. Я не помню, что на ней было написано электро, электрон там или что-то. То есть буханка еще электрическая была. Я знаю, где кузов от него стоит. Это на самом деле ничего ценного в этом нету. Нет, там почти полноценная машина была. Но там видно, что были крепления под батареи. Видно, что там пропилена дырка под этот редуктор. Потому что там как мотор-то это просто бочка, так и от лифта стоит. Вот и все. Вот и все. Да, да, да. Вот помнишь, уазик какой большой такой. И просто огромное количество батарей неподъемных раскидано по салону. Что, собственно, не добавляло счастья бедному Рафику. Потому что Рафику никто ноги новые покупать не собирался. Как и обувь. Это смешно. И я знаю. Снимали, она работала на Олимпиаде. Судейской, ну да, не все того периода, блин. Ну, в общем, живых ты не видел? Ну, живых нет. А вообще... Могу себе представить, что это за ужас. Советская электро какая-то тебе попадала в руки в том или ином виде? Когда я попадала в мертвом виде, мне двойка. Но она не двойка. ВАЗ-200, что-то там такое. Я снимал ее. В основном они ездили, опять же, по Украине. По причине того, что там был завод, куда их отправляли на... Господи, в Днепропетровскому, боюсь ошибиться. Их отправляли туда на тестирование. Соответственно, все электро... Условно двойки. У них другая аббревиаторщина, не помню. Они остались там. Ну, каким-то кривым образом, там, в начале десятых годов их притащили сюда, ну, там, штук пять. Вот на одной я с ней познакомился. На чистом электромобиле, советском, я не ездил. Ну, опять же, упирается в то, что нету элементов питания. То есть, как бы их можно смоделировать, сделать, показать. Но это будет уже глупо. Безвозвратно они умирают? Умирают, конечно. То есть, у них запас хода там... Они осыпаются, как любой советский аккумулятор. Потому что в продаже сейчас на одной площадке был АК. АК, да. Я знаю эту АК. Она настоящая, кстати. Вот она настоящая. Там длинная история. Семейная парень восстановил ее. Молодец. Тоже не могу до него добраться, поснимать. Просто как-то жизнь не складывается попасть туда, вот к ним. В Питер. Нашел электромобиль на базе двойки, который развозил завтрак. Да, вот-вот такая же вот машинка. Прекрасно. А буханка даже была электрическая. Была. Я даже, опять же, знаю, где она стоит. В каких-то комбинатах работала в Москве именно. Да, их делали не только для комбинатов. Их делали для спецназа. Буханки и УАЗики. Электрические. Спецназа? Да. Чтобы спокойненько, тихо подкрасться к гаду, подъехать и напасть. То есть, это реально спецназовский вариант. Обалдеть. Обалдеть. Вот это... Сломаться по дороге. Ну, электромобиль, я думаю, может только разрядиться. Его сначала надо высадить на десантном самолете. И чтобы он последние 5 километров доехал уже на электротяге. Ну, современные армейские автомобили, не буду называть, а то мне скажут, что я тут секретную информацию распродаю, делает одна контора. Всем известно, не скажу какая. У них там гибрид. То есть, у них двигатель стоит бензиновый. Ну, в смысле как? Неправильно, наверное, гибрид. Двигатель бензиновый, двигатель электрический. Двигатель бензиновый не заряжает батареи. То есть, он просто... Ты по трассе едешь, как нормальная машина. Потом, когда тебе надо тихенько куда-то там спуститься и кого-то заколоть, ты переключаешь и едешь уже на электроприводе. И, соответственно, машина просто беззвучна. Там же какие-то хитрые подшипники стоят, которые не сдают вообще никакого звука. И вот это вот только хлюпают колеса зубастые. И вот она тихо-тихо катится по территории. Ну, не знаю, прошла ли она аттестацию, но вот есть такая машина. Нашел «Жигули». Интересно. Ну, много, много, очень много отечественной производства. Понимаешь, кайф в чем? Что заводы не сидели на ножопе ровно, а пытались что-то придумывать. Там, НАМИ придумывала всякий необычный автомобиль. ЗЛК придумывала. Вспомнить можно много концепт-каров. Причем, даже больше скажу. В НАМИ был концепт-кар. Ну, как всегда, не помню название. Его отвезли, по-моему, в Европу. А, нет, в Токио. В Токио, на токийском автосалоне. Есть видео его, как он стоит там, на токийском салоне. Хлопают в ладоши. И через год выходит «Рено Твинга». Точная копия нашего концепт-кара. Точная копия. Со всеми техническими решениями. Вот просто. Ну, просто у нас там двигатель ВАЗ, условно. А у них там свой «Реношный» двигатель. Но при этом компоновка, воздухозаборники, все. Компоновка салона. Все снято с нашего концепт-кара. И Миномишники сами мне это говорили. Давным-давно. Это было очень давно-давно. Когда старые диды там еще работали. Что да. Пытались даже каким-то образом притянуть «Рено». Но, как бы, кто первый, того и тапки. Советские праворульные автомобили. Приходилось сталкиваться? Да, да. Тоже экспортные машины? Нет. Они назывались в народе «Партизан». Вот оно и называлось. Потому что он сидит с правопочитальон ездил. А, ты говоришь про какую-то спецтехнику, да? Нет. Обычный москвич с правым рулем. Он выпускался для советских тружеников в почте? Он не выпускался для советских тружеников. Он им в том числе доставался. То есть, ну, удобно же ехать в почтовый ящик, раскладывать условную прессу. Это где-то в деревне? Где-то в деревне, да. Но у нас, я так понимаю, не сильно удобно было. Поэтому мы там быстро отказались. Но москвичи, как бы, в России праворукие ездили у печатальонов. Я представляю, какой был шок у встречных водителей, которые видели москвич с пустым. Всадник без головы, Майн Рид, буквально. Короче, пассажир включил морду. Потому что думали, что сколько раз у него спросили документы, если останавливал. Вообще шок, 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 шок. Я думаю, было приколов. Нет, я говорю, вот эта экспортная, вот эта вот, для Великобритании. Проворукие, да, и Жигули праворукие, и москвичи праворукие. Но в Российской Федерации сегодняшней много осталось именно машин, не привезенных оттуда, а не уехавших туда. Но в основном, конечно, они в Англии и в праворуких странах. И оттуда их возвращают домой. Но вот иногда нет-нет, а смотришь, у британцев выходит обзор Lada Riva, какой-нибудь универсал. То есть на ютубе, значит, эти машины там живут. Они живут, их там очень любят. Любят по причине того, что это примитивный, это топор, который живет. Понимаешь, там ничего нету, что ломается. Но все-таки железо сломать невозможно. Лом. И они любят именно за это. Только за это. За простоту конструкции и за безотказность. При всем, как бы, скептицизме, с которым вот товарищ Джереми Кларксон описывал все это. Мы же тоже можем взять Роллс-Ройс и поганить его. Что там, долго, что ли? Звездное дело. Да и тем более есть за что. Ну, при желании. Я хотел спросить про соц. страны, которые выпускали свои варианты, свои хэтчбеки. Вот это поздние такие 80-х годов автомобили. ФСО, да, или я неправильно говорю. ФСО. ФСО Полонез, Шкода Фаворит. Юго. Юго, да, и так далее. Насколько эти автомобили вообще сравнимы с нашими восьмерками? Они хуже или лучше? Какие они вообще оставляют впечатление? Это... А есть выпить? Хорошо. Слушай, я даже больше скажу. Когда поляки начали выпускать условно-лицензионные наши 21-е Волги, они в какой-то момент поняли, что вот этого мало. Оно называлось Варшава. Варшава, да. Вот, типа этого мало. И оно слабое. И начали колдовать на почве. У них другие двигатели появились, другие мосты, другие кузова. То есть, при внешнем сходстве это уже были другие машины. И они были лучше Волги. То есть, они... Ну, они и позже выпускались, да? Да, но они шли, как бы, при своих возможностях социалистических, все-таки пытались обновлять. У нас как-то не пытались обновлять. У нас на старой кости натягивали новую кожу и говорили, о, у вас 20.05 к Олимпиаде. Шикарный, Мерседес. Вот. Нет, они шли по другому пути. Да, они... Потом они стали дружить там с европейцами, тоже брали у них старые ведра и переосмысливали их. Естественно, лучше. Блин. Ну, опять же, смотря кто. Там, чехи. Ну, да, тоже неплохо. Там, возьмем там Татру, Шкоду. Это же чехи? Да. Чехословакия. Чехословакия, конечно, лучше. Но, насколько лучше, не сильно лучше. Может быть, более технологически продвинуто. Но, по ощущениям, это такое же... Ну, это не Мерседес, ни хрена, ни разу. И даже не Пежо. Простите меня. Хотя двигатели Пежо у нас встречались на Волге. Там их было много. Да, они прекрасные машины, но очень специфические. Тоже на них надо уметь ездить. Плюс довольно ломучие, насколько я понимаю. Слушай, все, опять же, условно. Насколько ломучие там Татра 600, вот эта третья. И возьмем там одновременно какой-нибудь советский москвич. Кто из них ломучие? А и кто из них удобнее? Ну, правда, Татры, они как бы сильно не продавались. Это такое, знаешь, не среднее. Между Волгой и Чайкой. Ну, по номенклатуре. Хотя, я помню, в свое время было очень много Татров на Москве. Ну, их стали везти, потом стали бросать, потому что с ними надо заниматься. А вот приходилось ли ездить на перспективных каких-то машинах, которые выпускались в малой серии или вообще не пошли в... Вот и Шода, опять же, спасибо товарищу Паньковскому. Он в свое время спас, назовем так, концепт-кары Ижевского завода. О-о-о. Сесть в машину и прям забыть, и понять, что это там какой год. Если понять, что это концепт, посмотреть, закрыть глаза на некую, знаешь, там, кривизну исполнения. Это же ходовые образцы. На коленке сделаны. Да. И включить фантазию туда, это будет здорово. А потом ты видишь то, что вышло, и думаешь, да вы че? Вы че, ребят, блин? Ну, так же нельзя. Вот говоря еще об экспериментальных машинах, есть какая-то, которая тебе особенно жалко, что не пошла в серию? Потому что у Волк были свои рестайлинги, были там у Лады, проект С, там какое-нибудь, что-нибудь у Волк. У Волк очень-очень москвичи. Нет, я вот жалею, что москвичи не пошли в серию как раз в проект С, которые разрабатывались до прихода 2041. Потому что 2041, по сути, был навязан Минпромторгом СССР. Вот они были перспективные, красивые. Знаешь, это как для обезьян, они даже в цвет металлик красились сразу. Потому что, блин, в Советском Союзе это не так, мы тебе тут че. И они были прекрасны. По техническим решениям, потому что АЗЛК, это, наверное, с моей точки зрения, лучший завод в СССР. Потому что ВАЗ, это, опять же, некая номенклатурная навязанная история, чтобы погасить нехватку автомобилей. Да, молодцы, придумали. Но москвич тут, конечно, из-за этого... Витра Ц1, да? Да, вот, ну, понимаешь, как бы, вот этот автомобиль, он и по тем годам считался достаточно современным. Вроде он был переднеприводным. Или заднеприводным. Ну, по-моему, слушай, я сейчас не могу тебе сказать. Это какой-то советский СААП такой. Ошибиться. Я же не энциклопедия. У меня уже, знаешь, как издержки производства, все слились в голове. Все то же самое. Абсолютно большую такую биомассу. Которая называется Иван Зенцкевич про автомобили. Знаешь, ощущения есть, а технические какие-то особенности – Rolls-Royce. Вот, и поэтому москвич, да. Автоваз, ну, что-то они там придумывали, молодцы, как бы, здорово. Но они были больше утопическими моделями. Вспоминая, опять же, музей Авторевью, да. Музей Авторевью, который смогли собрать некие машины в одном месте. Потому что мы же не могли там поехать туда-сюда смотреть. Смотришь там на ВАЗы, смотришь на Жигули. И понимаешь, что ближе к жизни все-таки были машины москвича. Ты можешь вообще вот почувствовать удовольствие от каких-то современных машин, которые долго производятся? Может, какая-то отдельно тебе особенно рада? Нива, несомненно. Нива, да? Ну, а куда еще? Нива, она прекрасна. Во-первых, что молодцы на Автовазе? Они не похоронили саму машину. Изменили некий конструктив. Некий конструктив изменили. То, что давно напрашивалось. Ну, условно говоря, поставили шарнир равных угловых скоростей вместо крестовин. Оторвали передний редуктор от двигателя. То есть, в принципе, машина едет. То есть, там 130-140, на ней дубасишь прям песенно. На новой Ниве. И как бы не страшно, что ее сдует. Но, опять же, что ты гудишь, тварь? Почему нельзя, блин, попросить новые шестеренки нарезать? В раздатку. Почему как-то нельзя все это адаптировать? Но машина хорошая. Но ее еще по 20 лет производить, и уже можно будет запрещать что-то в ней менять. Потому что именно она будет продаваться за счет этого гула. Они, в общем, поставили шестнай православные в Ниву. И нас ждет такая... Нива-спорт. Нива-спорт. Нет, дай бог. Делайте, что хотите. Хотите, усовершенствуйте модель. Но осталась классическая условная Нива. И, слава богу, она теперь опять называется Нива. А не вот это все. Какие тебе в руки попадались машины известных советских деятелей, людей? Может быть, такое было? Ну, в руки нет. А рядом я стоял с 24-й Волгой Владимир Владимирович Путина. Это же известный человек. Ну, 24-ка. Первая машина, которую он купил, вернувшись из Германии. Она до сих пор жива. Стоит, ждет все равно. Но ты же водил вот эти лимузины. У них не было какой-то... Слушай, нет, у них как такового... Ну, там, профессора, там, на зиму я катал какого-то профессора. Ну, естественно, я не помню. Там, Хрущевский какой-то там, который возил Хрущева. Машина, которая возила Сталина. Ну, это же не их машины. Это машины гаража особого назначения. И чьи там высокопоставленные задницы сидели. Ну, мягко говоря, я не знаю. Они же там менялись. По-любому. Личная машина кого? Прямо конкретно. Ну, машина вот опять же в гараже особого назначения. Есть Волга полноприводная. Сарай 24-02. Но она по-другому называется. Полноприводная. Это было сделано для Брежнева. Я точно знаю, что на ней ездил Брежнев. На охоту там позавидую. Пич-пич. А, зелененькая. Да, зелененькая. Ну, тоже, знаешь, сколько раз на ней ездил Леонид Ильич. Может быть, он... Одного достаточно. Ну, да. Ну, один раз он точно не прокалил. Готовясь к... Я не помню, какому автомобилю. Я посмотрел и твой сюжет. Я тоже стараюсь сначала прочитать все, что я могу. И потом посмотреть еще чужие видео, чтобы какие-то крупицы, которые прошли мимо, тоже подчеркнуть. И вот Иван Зенкевич рассказывает, по-моему, про какой-то дипломатический лимузин. Что не просто какие-то факты интересные об автомобиле, а он говорит о собственном опыте. Как он в детстве ездил на сиденье этого автомобиля. Ну, это Волга была, на самом деле. Как раз именно догонялка, которая путешествовала между Завидово и Валентской. Что это за история? Слушай, на самом деле никакой такой сложности в этой истории нет. Просто у меня батюшка, Царство Небесное, в свое время общался по неким линиям с некими товарищами. И иногда ездили в Завидово, назовем это, он меня брал с собой на отдых. То есть, можно ли это сказать, как бы отдых или работа, я там не знаю, что они там делали. И, скорее всего, бухали. И мы ездили, это была такая условная маршрутка между Москвой и Завидово. То есть, это была дежурная машина? Дежурная машина, да. Да, их там несколько было, и они гоняли. Можете себе представить, то есть, это ГГБ-шный Волг, который ездил по маршруту. И вот по советской Ленинградке, через всю эту шляпу, там Солнечногорск, Клин, через эти светофоры бесконечные. Ты просто ехал. И приезжал. Без светофоров. Без. Черная Волга, занавесочки, тонированные стеклышки. А как сотрудники милиции понимали, что им лучше заниматься другими? Ну, наверное, потому что черные Волги по этой дороге между Москвой и Завидово ездили только одни и те же. Поэтому, знаешь, это... Ну да, такая номенклатурная несправедливость была. Ну, что ж поделать. Какие-то еще воспоминания есть о вот этих машинах, когда ты садился туда? Слушай, в детстве у меня, у меня же бать строитель, по большому счету, я с большой техникой, со строительной, больше знаком был, чем с легковыми автомобилями. 130-й ЗИЛ, вообще у него был, как, знаешь, это личный автотранспорт. Он договорился с водителем, что водитель его забирал утром из дома. Ну, как бы, потому что он же был директором строительного управления, и можно было выписать путевочку мимо стройки к нам в Ясенево, из Ясенево меня в детский сад, потом папу в СМУ, а потом сам он поехал на рейс. Ну, и вот на 130-м ЗИЛ часто машина приезжала, утром стояла под окном, так, ну, самосвал, 130-й, вышли, сели. Вот такая машина была. Вообще, я самосвал в качестве автомобиля... Слушай, меня это... После того, как я узнал одного знакомого, что он бомбил на КамАЗе в те времена, пока его не прокололи колесо около вокзала, настоящие тактисты, конкурент, блин. Это же надо было постараться проколоть колесо КамАЗа, такие упрямые товарищи. А вот с точки зрения коллекционеров, с которыми ты сталкиваешься, владельцев, глядя на них и на глядя на какие они, с какими они сталкиваются, проблемами, ты бы хотел такой иметь гараж, коллекцию? Нет, не хочу иметь никакую коллекцию, честно скажу, потому что это забота о детях малых. Им это нравится, я их за это уважаю, то, что они могут там посвятить свои выходные, прикручивая какую-нибудь гаечку, чтобы было в оригинал, если мы говорим про советские машины, там в поисках какого-нибудь катафотика, с жигулистом в этом отношении сложно, москвичистом проще, там или какие-нибудь там Волги. То есть я их понимаю, я их уважаю, но не разделяю их восторга. Не потому что я не люблю советскую технику, я люблю ее, просто мне другие интересы. Я пришел, посмотрел, понюхал, покатался, сказал спасибо, пацаны, вы гении. Но у меня на это не хватит времени и сил, не хватит. Если иностранные автомобили, ну тут больше, у одних это инвестиции в дорогие модели. Это возможно? Конечно, конечно, конечно. Как вот, можешь искать небольшую экономическую модель, там вот, например, в России? Ну вот, есть некий коллекционер, некий коллекционер, который, ну про советские машины, вот, некий коллекционер, который собирает советские машины с нулевым пробегом, чтобы они выглядели как из автосалона. То есть специально ему находят машину, там условно пятерку, чтобы была бумажка приклеена, чтобы все было, никакого антикора, чтобы никаких дырок, вот прямый пробег желательно до тысячи. И это супер. Он ее берет, ставит, мотоцикл, чтобы только в ящиках, то есть ящики разбирают. Видели мы такие, да. Вот, вытаскивают мотоцикл, проверяют, он говорит, блин, заведете? Не заберу. То есть заводить даже нельзя. Все проверяют, назад собирают, в ящик упаковывают, и он ставит. Это инвестиции. Они будут стоить дорого. Тем более, ну и сейчас они уже, если там раньше можно было хорошую пятерку купить, ну условную пятерку, купить за 100 тысяч рублей, то теперь редкую пятерку ты за миллион не выкружишь, на самом деле. Там ранний год, хороший сохран, маленький пробег, то есть это все коллекционные вещи. Ну не миллион, конечно, я тут наврал, подешевле, но стоят дорого. Иностранные автомобили, они, во-первых, их мало, в принципе. То есть какие-нибудь там, я не знаю, пакорды, какие-нибудь персаро, их и так мало. И они тогда стоили как чугунный мост. И сейчас они стоят не эпических денег. Если она у тебя здесь, значит, это реальные деньги. Другое дело, что ее никто не купит. Но, условно говоря, это там 500 тысяч евро. Законсервированные. То есть за 300 тысяч ее продаж. Но она все равно будет дорожать. И это произведение искусства. А сколько твой Москвич 408 элит может стоить, если его захотеть продать, например? Ну слушай, реальная стоимость, условно реальная стоимость, я могу там выставить за 500 тысяч рублей. То есть, как бы, я знаю, там купят. Но я его не буду продавать за эти деньги. Он совсем недорого. Ну да, но оно так стоит. Советские машины, они там, если он только раннего выпуска, в заводской краске, не реставрирует, не битник рашен, в Армении не подходили, он тогда будет стоить, блин, миллион. А так, ну, 500-600. Но продавать его не собираюсь, потому что условно он стоит, ну, порядка 3 миллионов. Ну, кто за него отдастся? Я, ну, трафик тоже денег в него вбухал. Ну, а по факту я его за бесценок отдал, потому что он мне уже грузил просто своим существованием, уже было тяжело его содержать. Ну, отдал его в хорошую коллекцию, он стоит в хорошей коллекции, в тёплом гараже, его иногда выгуливают. Я могу приехать к нему в гости, там, его проведать. Не убили ли его, не наказывают, кормят ли, моют ли. Ну, я знаю, что он в идеальном состоянии. Я такое состояние, ну, как бы, жизнь обеспечить ему не мог. Ну, и перекрестился, сдал, и всё. Ну, плюс это хранение. Конечно, конечно, конечно. Всё это стоит денег. Ну, если даже, блин, давай посчитаем. Банальная парковка от 3 до 5 тысяч рублей, правильно? А то и дороже в хорошем месте. Ну, вот каждый месяц, там, по пятаку выкинь, год это уже у нас получается, ну, 60 тысяч. Поделим это на количество выездов на этом рафике, да? Естественно, да. То есть, это получается дорогое удовольствие. А если ты ещё на нём не ездишь, он просто стоит. Ну, как бы, ну, а зачем? Приходилось ли ездить на бронированной технике? Ну, да, это моя любимая тема. Военная техника. И танки, и самолёты. Танки у тебя самые популярные на канале, как я посмотрел по статистике. Ну, это же за сколько лет? Да, но тем не менее. А вот именно легковые автомобили? Бронированные, ну, что-то называют, ну, как опять же, там, я не знаю, легковых автомобилей бронированных я в живьём не видел. Даже не могу сразу прикинуть, что это. А какая-нибудь там Ладога из 90-х, броневик на базе, там, УАЗика. Ну, переосмысленного УАЗика. Ну, да, были. Ехать, ну, тяжело. Если... У нас здесь 115 какой-то тяжёлый. Ну, ты не понимаешь, бронирован он или нет, на самом деле, по толщине стёкол, только ты можешь понять, он броневик или нет. А так в движении это точно такое же, что бронированный 110-й, что не бронированный 110-й. Ну, может быть, он тормозит чуть подольше. Ну, я же не насилую машины. Он у меня едут там, условно, 40-60 км в час. А ему с такими размерами, к хренам, блин. Потому что так остановлюсь, что так. То есть, на уровне ощущения нету. Ну, да, там диоптер работает, эти стёкла толстые, скажи, эту картинку. Ну, ты думаешь, просто тебе спохмели. Ну, там, говорят, у людей проблемы были со зрением реально после каких-то долгих... Естественно, искажение реальности присутствует как бы нормально. То есть, у тебя хорошее зрение, и у тебя перед тобой вот это рукодельное стекло толщиной, там, не знаю, там, сколько, 5 сантиметров, оно, естественно, там, кривит. Ну, это тоже всё дело привычки. То есть, вот, когда говорят, у тебя вот одно из видео про красс, которое называется людоед, вот эта вот история о том, что советские машины портили зрение некоторым людям, если это было... Знаешь, они портили зрение тем людям, которые на них не работали. Вот, они мозг им портят постоянно, этим людям. То есть, они до сих пор существуют, эти люди, которым советские машины что-то испортили. Причём, скорее всего, они, там, не знаю, там, 2000-го года рождения. Мне так кажется. Благодаря вот твоей деятельности на КВ-2 ты поездил, правильно? Я понимаю. Ну, это КВ-2 ненастоящий, это самое раннее моё творчество, когда я пытался сильно обманывать людей, а не как сейчас, по чуть-чуть. Это для фильма Клим Ворошилов, сделали на МАС-фильме макет. Я, как бы, сказал на голубом глазу, что это КВ-2. Ну, телевидение, кто же проверит. Ну, это были небольшие такие передачи. Ну, двух с полноминутные, но они сейчас есть, я сейчас работаю на телеканале Россия. Я, как бы, по утрам вещаю хорошие вещи женщинам в основном. ИС-3. ИС-3 настоящий. Слушай, там, кроме КВ-2, всё остальное настоящее. Ну, КВ-2 сама, как бы, основа настоящего танка, а башня из жести сделана. Ну, вот, если КРАС это людоед, то что такое ИС-3? Прекрасный, видимо, танк. Танк прекрасный, если рост у тебя, там, условно, метр семьдесят максимум. А лучше, чтобы метр шестьдесят пять. То есть, как бы, высокие персонажи, как я, в лучшем случае, выступали командирами танков или вообще не выступали. Как бы, в современном танке допустимый рост, там, под два метра, он командир танка. Он может быть. А механик-водитель должен быть боевым гномом. Потому что он и выскочит лучше, и поместится качественнее. Потому что, там, в тридцать четвёрке я вообще не помещаюсь, я сижу на спинке. И ещё и вот так вот. Как бы, то есть, это, мне сложно. Ты можешь описать ощущения тридцать четвёрки управления? Что это было вообще? Просто железный трактор, и тебе всегда страшно. И душно, и всё, и громко. Но в какой-то момент ты проникаешься, что под тобой тридцать тонн, и эти тридцать тонн несутся. Ну, не обязательно тут эти четыре. Вообще, говорить, в принципе, о советских танках. Эти тонны несутся, эти тонны едут. И ты, условно, неуязвимо себя чувствуешь. То есть, врезаться в ангар при повороте. Ну, вот так себе. Ну, и ладно. Ну, был ангар, и нет ангара. Там дерево. Ну, блин, прости, дерево долго росло. Меня ждало. То есть, просто он едет, и всё. Можно его там приклеить брюхом на каком-нибудь бездорожье. А в целом, это абсолютно проходимая, неубиваемая техника. То есть, в любом случае, немецкие танки по качеству жизни экипажа превосходят, естественно, советские танки. Но по мощи огневой и по устойчивости всё-таки наши чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть идут впереди. Но это мое сугубо личное мнение. Естественно, сейчас придут, начнут рассказать про тигры, пантеры, что они там крутили, вертели. Это давайте. Это извечный, да. Я за них рад, я за них очень рад, как виноград. Всё сводится к тому, что Т-34 просто выпущен гигантским тиражом в любых условиях, да? Да, это прелесть этого танка. И опять же, однотипность техники на поле боя всегда приводит к победе. Потому что, опять же, если взять немецкую технику, в каждой части разные машинки. Что легковые, что там, я не знаю, броневики, они все разные. И то есть, ты не можешь сходить Ганс к Фридриху и попросить, я не знаю, там, бензонасос. Он скажет, чувак, тебе надо вон за 80 километров там римбаза «Дуй». И он дул. Дуйсбург. Дуйсбург, да. Немцы. Поэтому вот... Там, да, взорвался хор, отвиньте от него что-нибудь. Ну, примерно так. Я бы спросил, про какие советские изобретения могли бы изменить автомобильную промышленность? Мы не уверены, что, со всем уважением, что были какие-то технические, передовые... Но можно всё-таки... Мы не назовём это передовыми, мы назовём это, наверное, своевременными. То есть, например, та же автоматическая коробка на 21-ю «Волгу». Изменила бы она реальность? Да, конечно, изменила. В Советском Союзе, если бы наладили... То есть, то одно за другое тянет. Надо было делать хорошее масло, начали бы делать хорошее масло. Начали бы делать хорошее масло для коробки, начали бы делать хорошее масло для мотора. Соответственно, моторы можно было делать лучше. Там, взяли бы... Если бы, опять же, там, «Москвич», если бы они построили завод вовремя, или чуть пораньше начали строить, начали бы выпускать свои двигатели, которые для 21-42 планировались, а это 88-й год. То есть, машина разработана 88-м, по-моему. Ну, сейчас плюс-минус. Должен был стоять свой двигатель. Значит, ушли бы от уфимского вот этого волшебства. Двигатель хороший, но это 30-е годы. Вы, блин, до свидания. Понимаешь? То есть, если бы вводили бы постепенно правильные истории, то всё было бы хорошо. И наш автопром не находился бы там, где он сейчас находится. Дотационные регионы, не знаю, там какой-то, который просто у всех просит и ничего не делает. Но если убрать частичку «бы», то что мы сделали в реальности из технических изобретений в автопроме? Да ничего, по сути, мы не сделали. Мы улучшали под нашу действительность, улучшали, ну, там, «Жигули» и улучшили конструкцию под нашу реальность. Под их реальность, я думаю, им было плевать, по большому счёту. Дисковые тормоза, барабанные, есть там стяжкообразные они, эти тяги. Им плевать, у них дороги хорошие, и ездить там между этими тремя городами, блин, где-нибудь, с горки на горку, и ты уже на работе. А у нас, блин, из села в село 150 километров по бездорожью. Понятное дело, что у нас другие машины. Нам нужно было более суровые, чтобы она ещё землю жрала. Вообще шикарно было бы. Вот это вот, вот нас убила не пластичность нашего руководства. Ну, и так сойдёт, и так сойдёт, и так, так дешевле, так проще. И так хорошо. Ну, и вот мы пришли к тому, что имеем. И сейчас мы примерно двигаемся по тому же пути. Мы не пытаемся создать своё. Ну, как пытаемся. Но время немножечко упущено. Надеюсь, вот в связи с этой ситуацией, которая сейчас происходит, может быть, что-то наладится. Ну что ж, это был подкаст о советских автомобилях. Самых удивительных, редких и, может быть, даже сумасшедших машинах, которые производились в Советском Союзе. Спасибо, что смотрели этот выпуск. С нами был Иван Зинкевич, человек, который специализируется на такой технике и рассказывает о ней в интернете и на телевидении. А мы уже увидимся в следующем подкасте на Автоплюзе.